а поэтому вы готовы что он ушел до а как вы это сделать ну как вы попросите поймите что он же и как раз и ушел от того что вы слушайте внимательно это другая тема преждевременно но она тоже нужно это следующий наш разговор он же как раз и ушел потому что вы в этих отношениях всегда были унижены перед ним ведь правда же так вы и сейчас хотите унижаться перед ним как же он вернется обретите себя смотрите человек влюбляется унижается перед человеком тот кого любит становится гордым если тот кто влюбился он не берет себя в руки он становится потерянным в отношениях то его бросают понимаете да что сейчас нужно сделать нужно взять себя в руки нужно в этих отношениях успокоиться понять что бог для меня главный он не дал человека и он сам решит вернется этот человек ко мне назад или нет вам надо обрести себя и находиться рядом с этим отношением не так как кролик суда вы слушаете или говорите вообще меня не слышите сейчас надо построить построить так с этим отношением человеком отношения сейчас что вы спокойно должны на него реагировать придет он не придет это решает бог спокойно реагирует понимать и он должен вашу силу увидеть когда он убит вашу силу начнет вас уважать а после уважения к вам и до его желания вернуться огромный путь вот смотрите вы сейчас огромный путь проделывать вы делаете так что вы спокойно относитесь к нему и при этом становитесь красивой румяной счастливой несмотря на то что он вас бросил тихо 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 слушайте внимательно слушайте это третья тема уже третья тема заключается в том слушайте внимательно третья тема никогда человек не может создать новую семью если у него не осталось чистая и светлая память о том что было до этого сердце должно успокоиться там не должно быть желаний или гнева если ты гневаешься на другого человека то с этим гневом ты получаешься близкого человека который тебя будет разрушать если ты обижен на человека то ты с обидой человека получаешь обиженного на жизнь и будешь с этим обиженным жить всю жизнь если ты у чистые светлая память ты уже простил человек успокоился по отношению к нему то ты встречаешь как с нуля с белого листа себе другого человека у тебя будет нормально с ним отношения поэтому ответ очень простой а вы можете сейчас создать новую семью вот честно а чё тогда меня спрашиваете об этом видите женщины удивительные люди они очень искренние своей природе очень сильно хотят понять как правильно делать но часто они не слышат с первого раза то что им говорят поэтому я понимаю что вы женщина повторяю вам еще раз сначала нужно обрести себя нужно в отношении к с богом успокоиться и относиться к своему мужу так бывшему мужу что вы чисто и светло его воспринимаете как бы все простили ему по-доброму и у вас нет к нему не обиды не тяги не боли а просто спокойное чувство и до этого момента пока этого не произошло вы не должны ни с кем строить отношения даже если бог вам показал еще какую-то мечту не надо ничего делать сейчас потому что это невозможно вы сначала должны свое сердце освободить от вашей проблемы ваша проблема это постыдная привязанность понимаете и сейчас эту привязанность культивирует себе тот человек за который за вами ухаживает именно в том настроении в котором вы сейчас находишься поэтому даже в его сторону посмотреть не сможете вот вы когда исправите себя и сердце ваш станет чистым и светлым может быть и тот человек исправится если бог уже поменял направление вектор но он сам решит понимаете потому что сначала вы очистите свое отношение к своему бывшему мужу и у него будет длинный путь к вам захочет ли он его идти или нет это его проблема не ваша уже будет а сейчас проблема ваша и потом вы увидите пойдет он ваши отношения назад или нет если он пойдет ждите если не пойдет вот есть еще один но отношения будут другими в этих отношениях вы его будете мучить а не он вас вы станете гордый и вот такой надменный как ваш муж и можете бросить в этих отношениях тоже понимать примите в себя возьмите себя в руки научитесь не зависеть от человека любите его потому что любовь означает независимость желание служить служение это достойное чувство когда человек служит он не зависит ни от кого он это делать по доброй воле сначала освободитесь от простызной зависимости и научитесь по доброй воле относиться к человеку с этого момента бог вам даст выбор Продолжение следует...